Здравствуйте, мои дорогие зрители! Смотрим топовый матч Supreme Commander слева внизу. Известный в узких кругах Юди, так называемый, японец. С некоторых пор живет в Бразилии. Но он мне сообщал, что наполовину американец, наполовину японец. Почему в Бразилии? Ну, глядя на тамошних дам, конечно же, становится понятно, почему. И он на воздухе. Рейтингов у него гигантские количества. 2500. Ну, сейчас у него не какой-то хачамачама, что-то там мачап какой-то японский. Ну, аниме, он же... Ну, японец, что с него, так сказать, взять? И против него Робагир, наш мегасетонщик. Смотрите, как хитер. Улыбается. Пес. Молодец. И он будет, соответственно, против Юди пытаться что-то сделать. Сможет ли он вообще что-либо ему противопоставить? Не знаю. И у Робагира в команде, чтобы ему помогать. У Эндей Брейкс силен. 2300 из клана Ани. Это классный сетонщик, да. Поможет. Поможет он! Сетон! С ним Эспи Назарю уже идет на центр. Тоже наш Ру. Эспи, который 1800 рейтинга. Ну, был 2000. Чет послился. И с Робагиром также. Дюма Модз. Вот Дюма Модз. 1800 из клана АГ. Серебро, дескать. И взял себе он цвет серебра. Не знаю, насколько хорош. Поглядим. Но против него вот этого незнамого кого-то, да, играет синий. С Дзопа Найджер. Ну, ник у него специфический. Читайте его сами вслух, так сказать. О май гад. У него сколько рейтинга? 1900. Ну, против Дюма Модз не знаю, как сыграет. Может, и получше. Может, нет. Не знаю, Сетончик он или нет. Желтый уже, однако, вперед тоже пошел. Но медленнее, чем коричневый. Однако, у него хотя бы разведчик выползает. Но он максимум, что сможет деревья повалить. Да, это хорошо. Плюс, желтый это бокс, мощный Сетончик. Да, вот желтый по центру. Хотя 1800 Эспи-то неплохой у оппонента для него. Ну, по крайней мере, в лес валит, но инженеров убить он не сможет. На валке леса это уголовно наказуемое преступление. Бокс выходит вперед попозже. По идее, Бордовый заберет больше реклейма. Это очень важно. На минуточку. И, конечно же, сиреневый Николай из Витя Кримпоя. 1700. Не знаю, кто это. Я не знаю, на самом деле он Николай. Или это он в рифму такой. О, Николай Кримпоя. Ха-ха-ха. Как смешно. О май гадс. Музыка какая. Какой-то такой дешевый, коричевый дабстепщик. Сетон. 2077 тонн. Ну, тонн, в смысле, типа как. Звук. Так, ладно, на хайпе. Вперед полетели уже синий истребитель. Он знает то, что серый захочет сделать транспорт. В этом транспорте, извините, где камера, вот она. В этом транспорте занять островок слева. Видите, вот он. Здесь пять маслых страхторов. Нифига себе, пять штук. Это много. Но где транспорт? Где транспортисио? Нет. Он не будет вылетать. Тем временем. Бирюзовый-то помощнее. Он уже вылетел. И уже готов дропаться. От сиреневого истребителя нет. Голубой гораздо быстрее. Стребитель построил. Но от сиреневого нет истребителя рядом. Высадка удалась. Теперь он забирает масс-экстракторы. Лес. Заводик сделает. На фейсхайгера похож этот транспорт. Потому что, я так полагаю, этот дизайн и есть фейсхайгеровский. Жалко снизу не поглядеть, что там. Я не знаю, интересно. Так, текстуры снизу-то вообще у него есть? Да, какие-то есть. Есть. Снизу можно поглядеть, но только на этих редких кадрах. Так, в центре. Уже начинается перестрелка. В ютубе сейчас что-то фортится. Ролик что-то... Ублюдки, я перешел на перестрелку из фильма «Легенда» с Томасом Харди. Я не включал. Ну, мне постоянно в рекомендованных он висит. Видимо, фрагмент фильма. А может, переозвучка, я не знаю. Синие истребители уже, смотрите, контролируют. Здесь транспорт. По крайней мере, один истребитель здесь. Вот. Ну, чтобы не занял все-таки остров. И здесь истребители этого заберут. Вдвое против одного. Нет! Он переманеврировал серый. Хм, молодец. Какой, а? А? Люди пока что не вмешиваются. Желтый разведчик, смотрите, дошел даже до владения Рыбагира уже. Может быть, валит ему там лес, продолжает. Может, даже и заберет какого-то инженера. Ну, не знаю. Что по реклейму-то? Все-таки удалось ли бордовому обогнать оппонента? 4 тысячи у боксов. 5 300! Хотя он подошел позже! Он подошел позже и все равно больше отреклеймил бокс скилл! О май гад! Так, тут кто-то запаузил. Го пишут, что-то у них там было. Но мы это в реальном времени не видим. Мы же смотрим реплей, поэтому у нас сразу игра распаузилась. Кто-то там отходил, видите, в чатике. Валит лес в больших количествах. У Робогира действительно будет меньше ресурсов. Вы такие, так это же незначительно, там мало. Ну, как бы мало, да. Но на Ситоне карта все-таки билдовая. Исключительно билды. Ох ты! Дроп! Здесь, так как билды все давно просчитаны. Особенно, когда это Юди против Робогира. Но это топ Ситонщики. Мало ресурсов у Робогира будет. Это повлияет. Ему придется выкарабкиваться из этой ситуации. Дроп неплохой. Лайкаю эту ситуацию. Но не долетел. Прямо в горку. Но зато его будет теперь Триклэпс уже собрать. Если бы хотя бы упал чуть-чуть поближе. Может было собрать. А сейчас, ну не знаю, даже инженер. Не, ну как бы если прокликать, да, соберешь. Но сам инженер, его AI, сможет ли его интеллект, интеллектус туда забраться. На этот склон автоматически решит, что там есть, что собрать. Пока неизвестно. Здоровье у Эспи полное. У Бокса же нет. У него обед. Будет скоро из этого бордового лалки. Борщ. Похож на борщ цвет. Обед тоже в рифму, кстати. Хайповая какая музыка, да. Она аж прям немножечко хайпует. Это у меня получилась тавтология. Извините. Тавтология. Это не то, что я транслирую здесь учение Тавта. Говарда Тавта или как кем он там был. Типа того Коварда, наверное. Коварда Тавта. Мега каламбуры за ставочку. Так, летит вперед один эмоций, еще и бомбер. Все-таки по воздуху он перемашнил, как говорится. Фу, какое мерзкое слово, перемашнил. Перемасил он такие оппонента синего. Окей. И бомбер еще подлетает. Здесь он сможет что-то сделать. Смотрите-ка, первый транспорт все-таки летит со стороны синего. Ему бы, наверное, лучше бомберу-то как раз забирать не вот сие, а сие. Дать ему выгрузиться и забрать. Соответственно, дроп будет отложен на большое количество времени. Здесь давно уже все занято, но от бирюзового иного ожидать и не стоило. Ребята немножечко ролями поменялись-таки. Окей. Так, а что бомбер-то извините? Упал. Есть киллз от него. Одного инженера забрал. Но инженер уже поставил масс-экстрактор. Дальше бы он что, что, верфи бы строить? Ну, наверное, был смысл забирать его инженера. В том плане, что тайминг верфей здесь будет очень сильно заторможен. Но остров он отдал. Здесь першелка. Я пришел на перестрелку. Говорит там Том Харди или что там в видео там говорит. Я не знаю. Сегодня вообще. Найс Пактен Мид, говорит. Где? Не вижу. Видимо, бирюзовый и бордовый. Говорит, хороший у вас, ну, дескать, договорняк. Слабенько-то сыграл. Он намекает, что ты сыграл настолько слабенько, похоже, что у вас договорняк с желтым. Действительно, кто больше зареклеймил-то? Желтый 9200, бордовый 9. Ну, восстановил чуть-чуть все-таки тот дефицит по реклейме, что у него был. Ох ты! Нифига себе, там какие-то пошли музыкальные такие номера. Я сегодня сел озвучивать только обычную компиляцию на основной канал Юриза Профессионал. Я что-то сел такой, все, окей, все. Кофе даже выпил. Ну, да, это утром. Я такой сижу, думаю, господи, мне так плохо, что-то, ой, так не хочу ничего озвучивать. Ну, раз мне плохо, раз нет настроения, пора тогда Профессионал Суприм делать, правильно? Да, ох ты, какая музыка пошла. Я вот эту музыку послушал, подкаст, она в Винампе сейчас играет. Мне так понравилось. Я даже напишу сейчас название. Sonic Symphony это. Вот. Sonic Symphony. А, в общем, непосредственно трек называют Savior of Mankind. И по нему можно этот альбом найти, вот, видите? Вот этот альбом играет сейчас, отличный. Я думаю, его в видео, тогда в компиляцию поставлю на основной канал. Может, мне музыка меня вдохновит тогда, покомментить. Музыка, на самом деле, на меня сильно влияет. Во-во-во, бомбер, наконец-таки присылает. О, трех инженеров! Ла, найс! Найс, конечно, но, правда, завод-то не забомбил. Вы такие, ну да, не забомбил. Ну, так надо было бомбить этот остров до того, как на нем появился завод. Завод построит еще инженеров, понимаете? И остров продолжит свое развитие. Поэтому, наверное, цель не очень. Не очень. Я вот так вот, я искал реплейчик поменьше. У меня времени мало, пока у меня семья гуляет. Да? А реплей-то я пишу одним дублем, и мне неловко будет, если я тут сижу, ору. Я такой, да, 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 Мьюденский! На ситоне! В микрофоне этот чударет там! Шон, он выходит Т-3 в воздух. Угу, ситуация неплохая. Так вот, и вдруг входит семья с прогулки такая, детская. Ой, как мало, ой! Ой, Робогира, смотрите, у него Т-3 электростанции до сих пор нет! Но она строится, построена на 60%. А здесь давно уже есть, давно. И вторая началась строительства. Юди значительно опередил по воздушному билду Робогира. И можно ожидать какого-то даже доминашена. Это плохая, плохая вещь для правой команды. Крайнем. Вы, конечно, скажете, то, что Робогир за них уже плохая вещь. Нет, не надо, подождите. Робогир хорош, ситонщик. По крайней мере, был когда-то. Посему вообще в него можно верить. В принципе-то. И все такое прочее. Кстати, ситон, сама карта довольно темная, в целом мрачная. Но я думаю, так как АС будет короткий, я реплей искал короткий, то, соответственно, я думаю, можно сделать на него цветокоррекцию. Но это просто долго будет рендериться. Но ничего. На 12 ядрах, кстати, стало классно. Раньше у меня было 4.12-го часа по серии. Но на самом деле мне очень нравится. Так, ну что, серые здесь опять пытаются таки. И фрегатика своего прислал. Молодец. Фрегаты даже по воздуху стреляют. И попадают. Здоровье некоторые чуть-чуть снимают. Ну ладно, ладно. Вы знаете, он, так сказать, попадает. Но это как будто комарик, когда вот он летит вперед и врезапно об стену ударяется. Ну, типа он там не заметил или он эсэмэсился. Но вот он также попадает об стену. И что? Горох. Гороховый суп, братьев Зумба. Эммм. Вскрывай еще банку. Хотя там уже не братьев же. Там уже отец и сын. Бордовы пишут, что, дескать, будут ропсы на твоего оппонента. На чего оппонента непонятно. О-о-о-о-о. Вылетают таки Т-3 бомбера. Бомбить лечу. Да, хорошо. Спасибо, что сообщил. Так, уже цель у него указана. И Робогирчику тоже чем защищаться? У нижних воздушного лимита 100. О, у верхних 39. Извините. Кстати, микрофон у меня начал, блин, подглючивать. Я думал, дело в проводе. А провод поменял. Он перестал подглючивать. А сегодня, перед записью каста, я проверил. Опять подглючивает. Но вам не должно быть слышно. Там, если на него питание подавать, на динамический микрофон, фантомное питание, то вроде пока нормально работает. Но на него не рекомендуется под питание это подавать, фантомное. Нельзя, дескать, это делать. Но имеется в виду долгое время нельзя это делать. А без этого шумит, фонит. Уровень фона шума внезапно поднимается. Может, дело, конечно, в моем преампе. Кто его знает. Но, блин, я надеюсь, что это в проводах. Там еще разъем очень туго шел в XLR-овском. И я сейчас поставил другой провод, где очень легко. Я думал, на разъем. Так, все, первая бомба прилетела. Ох ты! Неплохо! Инженеры. Масс-экстракторы. Дальше ожидаем. Долго, конечно, он, по идее, не должен прожить. Робогир уже вылетел. Еще бомб... О, два масс-экстрактора сразу же на острове. Очень хорошо. Робогир. Робогировские истребители прилетели. И тут же начали вираж. То есть до Т-3 бомбера они не долетят. Где он? Он где-то там за картой, что ли, тусуется. Да, вон он, вон он. А вот, есть выстрелы по нему. Робогир сосуициднул своих истребителей, лишь бы они попали в Т-3 бомбер. Он взял еще масс-экстрактор. Уже 30 убийств у него, у этого Т-3 бомбера, и двойное ветеранство уже есть. Ну как двойное? Две лычки имеется в виду. Ветеранство так-то одинарное. Но хотя уже два уровня. О, еще! Бэскорт. Че? Поздравляю, говорит, дескать, что мы победили. Это, возможно, имеется в виду бомбер. Кстати, я не обратил внимания, дропы от бордового были или нет. Были ли эти дропы? Наблюдаем дальше за этим Т-3 бомбером. Богоподобным. Че? Я сказал, богоподобным, а богоугодным. Очень много убийств. 64. Так вот, был ли еще выстрел от него? Точнее, по нему, от Робогира. Робогир высадает еще одну. Вон, еще один истребитель сделал. Пару-два залпа сделал. Но этого не хватает. Но ведь и раз, и он получил бусты здоровья, этот истребитель. Бомбардировщик. 6000 у него уже. Больше бустов он, правда, не получит, но плюс 33 гена. То есть, это получается за минуту 1800. Не кисло за минуту-то. Не кисло. А он еще полетать может у себя на базе. Оп-оп-оп, здесь какой-то антиэр, видимо, есть. И он сразу же заходит на вираж. Отлетает от базы. Хорошо, есть что позабирать и вне этой базы. Смотрите, какие красивые здесь формации у них. Истребители летят, защищают своего. Главного, так сказать, предводителя. Нет, ну, он не предводитель. Он все-таки бомбардировщик. Ох ты, и здесь забрал, как много юнитов. Юди просто божит эти фасты-3 бомберам. И желтый ему сильно помог, конечно, своим разведчиком первым. Помните разведчик первый? Который вначале валил лес. Его сослали в ссылку. Валить лес в тылах оппонента Робогира. И он повалил таки этот лес. Да, Робогир мог бы тогда, наверное, в самом начале выйти. Бирюзовый пишет. Неплохо смотрится, говорит. Неплохо. Но какой команде, кому он писал, непонятно. Серый, смотрите, в своем бассейне, в принципе. Он у него уже пошел бомбаж. Но в своем бассейне он дэмэдж наносит. Он как будто бы побеждает морскую битву, да. Судя по миникарте. Более-менее. Бомбардировщик продолжает давление. Ох ты, еще массы экстрактора. Да куда ты? Куда ты, а? Серый, сколько качает? 136 массы. Его симметричный противник. 173. Побольше значительно. На треть. На треть больше. Ну, может, на четверть. Но больше. Николай, который... Как его? Николай Кастай Валдау. Или какой он там? В данном случае Николай Кремпай. О, 2002 у него все еще. И смотрите, в него как будто попадает. Чуть-чуть-то снимает. Но сразу же это отрегинивается. Плюс 30 регена уж больно много. Серый Т-1 истребитель ничего не могут с ним сделать. Юденсовский Т-3 бомбер продолжает уничтожать вражеские сайды. И причем, Робогир-то, да, вот у него истребитель. Он еще чуть-чуть скопил. Ну как, ну типа три штуки, четыре, может быть, скопил. Он их сюда отошлет, все. Он проиграет Go Next, пишет уже Робогир. Музыка, видите, все равно в чате написано от меня. Какой трек играл, вот этот альбом отыграет. А, все, я удалил, извините. Ну, что ж поделать. Робогир уже, похоже, немножечко подгорает и не верит в этот матч. Абсолютно ли, ли, никак. Ну фиг его знают. Мы еще можем ожидать различных разворотов. Справа все-таки команда двухтысячников, мегасетонщиков, которые не просто так это играют. Вы знаете, если просто так вот все матчи можно закачивать фаст Т-3 бомбером, ну, как бы я даже без понятия. Да, конечно, Юди это делает, розовый слева. Когда же ты помрешь-то уже Т-3 бомбер, а? А-а-а! Жесть. Я, кстати, еще перед этим кастом так думал. Ну, я размышлял, пока мотал кастом на десинг. Так, смотрите, 500 здоровья у Т-3 бомбардировщика. Я все думал, а где кастер это, суприм, командор? Ведь в свое время, ну, когда там год назад, да, когда я уже отходил от этого каста деланья, все-таки, да, в другую тематику вот я вливался в другой формат. Все, дескать, я там был какой-то бест кастер по супкам, но это правда, конечно. Тут, мне кажется, даже объективно... О, Робогир все-таки пригорел. Тогда-то я касты делал так, над ними карпел, и вообще столько труда вкладывал, что это все-таки мимо не проходило, влияло. Влиял, Робогир пригорел, просто вышел из этой игры, и бомбер также живой. До сих пор он жив. А-а-а! Но правда, мы пошли! Командир полетел в транспорте куда-то, они консолидируют свои силы. Куда? А-а! Провеяли веку. Что происходит вообще? Сейчас поглядим, Т-3 бомбер все так же жив, что интересно. У него уже, помните, 500 здоровья было? Уже 1700. Так вот. А что-то новых кастеров-то не появилось, у которых дофига было просмотров. Ну, я имею в виду, понише, супкома, да? Ну да, бассы. Вот появился только бассы, и все. Алекс пробовал, но как бы на постоянке этого не получилось. Ну, точнее, не то, что у него не получилось. В целом, этого пока что не произошло. Регулярного кастоделания окей, может, потом произойдет. Только бассы, а где остальные? Где кастеры? Чтоб стали, ну, не то, чтобы популярные, но имею в виду, в нише супкома, насколько это возможно. Так, ну что, истребитель есть. Истребитель есть. Сейчас, если все, ты еще и бордовый построил эксперименталку, еще и дроп. Ребят, эта игра может, видите, развернуться. Робогир-то может зря вышел. В последний момент дропается этот монстр. Что там у бордового? Какой экспериментал? Э, что, что зависит? А, он ее лону строит. А, это для мемасиков. Он бы мог Т-1 пушек понастроить сейчас. На самом деле мог бы. Зачем ты сливаешь? Строй Т-1 пушки. Эту базу бы ты снес. Экспериментал. О, All the Gods from the Flesh. Это Soul Reaper. Он пождет твою душу. Так, перемотаю немного музыку. А то какие-то бэм-бэм. О, можно назад немного. Так, так, так. Все, неплохой трек. Титаниум Робот называется. Блин, Soul Reaper-то налетает. Истребители где? Истребители Юденского тем временем в стороне. Бордовый думает, ты один бомбер, мемасик, и Юденский отвлекся. Но он, наверное, тоже, типа, прикалывается. Дает немножко правым шанс. И, может быть, зря он дает этот шанс. А здесь, тем временем, в транспорте. Второй. Второй летит. Смотрите. Второй летит сюда. Дропаться же к первому. Первый, однако, Юловна отменил. Блин, в него стреляют эсминцы. Отходи. Еще одну. Ага, он строит этот ряду. Ну, понятно, он прикалывается. Если бы он строил Т-1. Т-1 бы он строил. Короче, так нормально было бы здесь. Еще один бирюзовый дропается. Смотри. Дропается. Этого забомбили. Этого забомбили. Блин. Что там Жучара? Жучара тем временем-то разваливает здесь базу. Царя думал построить Николай. Но нет. Оно живой. Пока еще живой. Смотрите. Юдит уничтожает Жука. Он все-таки не дает слабину теперь правой команде. Он говорит. Нет, слушайте. Вот ты залетел слишком далеко. Уничтожает Жука. Но не успевает уничтожить его Николая. Забирают все-таки. Справа остается только Лишеспи. И тот самый Т-3 бомбер, что ли? Да, вот он. Он отличился. Я имею в виду, отличился. В плане, смотри, здесь платформа была. Впервые. Впервые я вижу. Может, раньше видел, конечно. Но это так редко, что забываешь. Что юнитов воздушных лечат. Газ сетон Бордоу. Блин. Ну что за газ, да? Что за сетон такой? В конце как будто они могли бы развернуться этими дропами. По крайней мере, доставить под напрячься. Бордоу это все еще жив. Обратите внимание. Его Жук убил одного. Блин. Мне кажется, шансы у правых были. Если бы Робогир еще бы включил какой-то кибермод. Но. В целом. Реплей. Вот этот Т-3 бомбер. Только сейчас затонул. Молодец. Гигантский урон нанес. Сейчас, правда, Эспинозу пора замочить. Ну, его, в общем-то, и забирают. Неплохой был реплей. Показательный. Как вот, как вот лес был повален здесь. Ресурсов Робогира стало меньше. И Т-3 бомбардировщик ему было нечем отбить. Понимаете? В лесу же основа. Нет, не масса. Там энергия. А энергия. Это ресурс для воздушного флота. Важнее гораздо, чем масса. Эспин помирает. Ну что ж, дорогие зрители. Надеюсь, хотя бы этот короткий каст вам хотел покушать. Надеюсь, вам понравился этот реплей. Ставьте лайки, так сказать, по возможности. Можно даже донатить. Возможность такая есть. Я имею в виду, у меня есть возможность это принять. Так что, если это... Ну, так сказать, исключительно по возможности, по желанию. Естественно. Спасибо вам за внимание. Добра вам, любви, здоровья и процветания. До свидания.